Приветствуем всех зрителей программы из первых уст на телеканале Кызлажар. Сегодня наша передача будет посвящена одному хорошему профессиональному празднику. Третье воскресенье октября в Казахстане отмечается день работника лесного хозяйства. И вот сегодня мы в программе и поговорим о том, как развиваются наши лесные хозяйства на конкретном примере, как любят у нас в регионе лес, что для этого делается, что делается для того, чтобы лесных насаждений было еще больше. Я с удовольствием вам представляю нашего гостя, доцент кафедры СКУ имени Монаша Кузыбаева Тимур Сергеевич Звериченко. Здравствуйте, Кимур Сергеевич. Многие зрители, конечно, мне могут сейчас возразить, мол, наоборот, у нас леса вырубают, различные строительные работы. Но вот сегодня давайте вместе мы разберемся в этом вопросе. И для начала, скажите, пожалуйста, говорят, что леса называют легкими планеты. Как вы считаете, почему? Давайте для начала поздравим всех работников леса с этим замечательным праздником. У нас замечательные сотрудники и в управлении, которые этим руководят, и на местах, со многими знакомы лично во время исследований. Ну а легкие планеты, особенно леса сибирские, они… Дело в том, что тропические леса, в основном вся органическая биомасса деревьев выросла, упала, сгнила, и углекислый газ выделился обратно в атмосферу. А вот наши северные леса, они накапливают углекислый газ и потом консервируют его в более северных регионах в виде болотных, торфяных отложений. Они откладываются или просто за счет того, что низкие температуры очень медленно гниют и переходят в гумусные отложения. То есть лес занимается переработкой самостоятельно? Да, именно наши северные леса, они как раз очень эффективно поглощают углекислый газ. Ну весь мир сейчас с этим борется, это модная тенденция. Ну действительно большой от промышленности идет выброс за счет того, что сжигаются углеводороды, сжигается уголь и избыточное количество углекислого газа, конечно нужно удалять из воздуха, поглощать. Особенно в регионах, где вот находится концентрация большая промышленности. Ну к проблемному вопросику еще одному вернемся по ходу нашей программы. Я хотела бы, чтобы вы рассказали о том, как идет работа в вашем питомнике, как развивается ваше детище, ваше лесное хозяйство, такое маленькое, небольшое, но тем не менее. В 2019 году такая идея возникла, создать питомник, как сейчас обстоят дела? Ну этот год был сложный во всех отношениях, в первую очередь за счет климата. Это засуха, очень сильная засуха с апреля, по факту по июль месяц дождение было и сильная, очень сильная жара. То есть мне по роду деятельности приходилось видеть, как в других питомниках и в открытом грунте, к сожалению, несмотря на поливы, хвойные, особенно растения, пострадали от жары. Почему? Для них самое благоприятное, это диапазон 20-25, ну чуть-чуть больше, если температура, а у нас зашкаливало за 40, да несколько дней даже находилось. Но вот от этого пострадала наш питомник. Некоторые сеянцы, точнее сказать почти половина, они не смогли набрать тот рост, чтобы их можно было высаживать в лес уже. То есть это нужно, чтобы они примерно были от 12-15 сантиметров высоты. Они вот, к сожалению, получили либо солнечные ожоги, либо термические. И мы смогли высадить только половину из того, что у нас было. У нас зато получилось ввести в оборот некоторые редкие для нашего региона породы. Например, у нас единственное место произрастания ольхи клейкой, она же черная. Это государственная лесная дача ольховая возле Сергеевского водохранилища. Для нашего региона это крайне редкое дерево. И если кто-то сталкивался, там двери из ольхи, какие-то поделки из ольхи, дерево очень ценное в качестве именно поделочного. Ну а кто связан с копчением, ольховая щепа одна из самых лучших для копчения. Вот это дерево очень хорошо растет в заболоченных низинах, и в России даже есть такое понятие ольховые топи. То есть она выпускает специальные дыхательные корешки выше уровня воды, и за счет этого может расти прямо в болотах. Чем это замечательно для нас? У нас по территории очень много вымочек, так называемых. Может видели, когда проезжаете, белый лес стоит. Это происходит из-за того, что у нас лес в основном растет в низинах, и в отдельные годы там начинает скапливаться вода. То есть она вымокает, да? Да, и погибает. Так вот, если на таких местах вымочек посадить ольху, то, во-первых, мы получим ценную древесину, и, во-вторых, мы справимся с этих проблем и вымочек, потому что ольха не боится затопления. А кто должен проводить эту работу? Ну, в принципе, у нас инициативная, да, это инициативная работа. Старый лес убирается, то есть в любом случае вымочки расчищаются, это санитарные рубки. Почему? Потому что когда береза высохла и долго стоит, там разводятся древоточицы. И этот очаг, они могут, соответственно, перелетать, переходить, перебираться на соседние леса и повреждать уже здоровые деревья. Поэтому их своевременно должны вырубаться, но не всегда это получается, потому что огромный их объем. Вот у нас последние годы количество вымочек, ну, кто ездит по области, наверное, видим, да, что количество вымочек очень большое, а количество рабочих рук, к сожалению, ограничено. Ну, в меру сил их вырубают, вычищают, когда деревья погибают, и как только вода оттуда уходят, там опять садят лес. Вообще, суть лесного хозяйства, как бы создать такой, ну, можно сказать, назвать это зеленый конвейер, чтобы у нас вся наша территория, занятая лесами, до возраста рубок, когда доходило, вырубались эти леса, и, соответственно, их место садились новые. Но с учетом нашей специфики, там, один-полтора процента от всего лесного фонда можно вырубать без ущерба для природы. Соответственно, 50-60-70 лет они растут, каждый год мы по полтора процента вырубаем, да, там, и наши леса возобновляются полностью, и плюс приносят хозяйственную пользу. То есть это рациональное использование леса. Ну, а в идеале, конечно, если есть места, где лес можно садить на открытых пространствах, где еще не заняты лесом территории, то тогда еще и наращивать общую площадь территории. У нас в Гослесфонде есть такие места, это бывшие пастбища, пашни, поскольку раньше лесное хозяйство было комплексное, да, как бы развивалось комплексно, и там сразу в Гослесфонд включались территории не только под лесом, но и вот такие вспомогательные. Эти территории сейчас хозяйственно осваиваются, и вот в рамках как раз программы президента там планируется посадка леса. В общем, так. Ну, вот такой пример хочу привести, да, буквально недавно информация, что добыча на крупнейшем месторождении Олова-Саренбет, который находится в Вертовском районе, придет к вырубке леса на площади в 48 гектаров. И вот эта фирма, которая занимается разработкой месторождения, должна будет по закону высадить лесные культуры в двойном размере, то есть 97 гектаров земли должны высадить лес. Ну, вот тут вопрос возникает, сколько эти деревья будут расти, пока появится вот такой лесной массив? Ну, естественно, если это посадят береза, то возраст спелости березы 55-60 лет, чтобы ее опять можно было рубить, да, а если это имеется в виду с точки зрения экологии, то, наверное, такой один из самых продуктивных возрастов – это 15-30 лет, когда наиболее мощно поглощается углекислый газ, наибольшая скорость роста. Но в том регионе, может быть, лесообразнее даже сразу садить хвойные деревья, потому что, да, 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 это Айртаусский район, курортные зоны, то есть там, возможно, я думаю, продумают этот вопрос в управлении, посадят лиственницу, сосну, как наиболее такие ценные породы в нашем регионе. Ну, тоже очень, да, скажем так, небыстро растет. Ну, да, естественно, растут они небыстро, но тут как бы нужно соблюдать баланс хозяйственных интересов, чтобы развивалась промышленность, было откуда платить людям зарплаты. Еще один интересный момент нужно обязательно, чтобы историки посмотрели, насколько с этнокультурной точки зрения эти леса, может быть, там связаны с какими-то замечательными людьми, жившими в этом районе, какими-то святыми, может, для этих людей места. То есть если эти все вопросы согласованы, то, в принципе, при грамотном построенном реконструкции леса, да, то есть вот двое больше посадят, то мы в целом увидим даже возрастание площади лесов. Насколько я знаю, там леса под вырубку попали именно березово-осиновые. Осина у нас вообще малоценная порода считается, потому что за счет сердцевинной гнили она обычно сама в возрасте 25-30 лет просто падает, перегнивает, кто был в осиновом лесу, наверное, видел. А береза, в принципе, это хозяйственная порода, возраст 55-60 лет тоже ее нужно вырубать, иначе она тоже самопроизвольно в большей части леса упадет, перегниет. То есть четко следовать закону, соблюсти порядок, чтобы не ущемить какие-то этнокультурные особенности этого региона, хозяйственные особенности этого региона, и в обязательном порядке какой-то общественный контроль, чтобы компенсация была проведена в полном объеме, чтобы эти леса посадили. Будем надеяться на это, по крайней мере. Тимур Сергеевич, какие вот такие республиканские проекты, на ваш взгляд, сегодня очень интересные, в которых бы, возможно, вы приняли участие, да? Ну вот один из последних, я считаю, наиболее интересных проектов. Нам предложили в нем участвовать, приезжали к нам гости с Нурсултана. Южная часть города, она малооблесенная, это вот район аэропорта, озеро Майбалык там находится, и на базе вот этих природных угодий озерных хотят создать большой колоссальный лесопарк площадью, почти 35 тысяч гектар. Причем в этой местности водится до 200 видов птиц, многие из которых краснокнижные, редкие, как мне показали, оказывается, огромный поток людей туда едет с Западной Европы, с Америки. Любители наблюдать бьет-вотчеры, да, так называемые орнитологи. Они прилетают просто, чтобы понаблюдать вот за этими редкими краснокнижными птицами. И сейчас этот ландшафт вокруг озера в основном степной, там были и сельхозугодия, и просто, ну, немножко солонцовые такие степи. Вот на этом месте планируется создать именно не лес в плане получения древесины, а красивый лесопарк из различных ценных пород деревьев, красивых пород деревьев. Проект замечательный по своей сути. Кроме того, там же хотят создать хозяйство, чтобы переселить лошадь Прижевальского, различные другие редкие виды пород, которые в Казахстане либо под угрозой исчезновения, либо вообще уже исчезли. То есть такой национальный парк, да? Да, да, лошадь Прижевальского, хотя тут, по-моему, с России, с Оренбургской области, да, переводят. Телем редкими животными, да, растения, которые в Красную книгу, да, замечательный проект. Да, там… Он уже реализуется? Сейчас он на стадии проекта, то есть первые посадки там вот мы в этом году запланировали, начали, сейчас вот готовят под них посадочные места. Это будет небольшой сквер на берегу озера, порядка двух гектаров. Это как бы первый, самый первый шаг такой, а в дальнейшем это, ну, я надеюсь, будет прям излюбленное место отдыха наших столичных жителей, гостей города, потому что, ну, колоссальных размеров парк, там, иконные прогулки, наблюдать за животными, за птицами, то есть возле мегаполиса побыть наедине с природой. Вот такой проект замечательный, да? Когда строятся не просто какие-то мега-супермаркеты, да, а вот такие вот замечательные проекты реализуются. Ну, опять же, да, степной климат, там же вот зеленое кольцо огромными усилиями создали, да, вот огромные лесополосы государственного значения вдоль трассы создали, и климат помаленьку корректируется по мере их роста, замедляется ветра, ветровая нагрузка. Вот южная сторона города, ее тоже нужно защищать, конечно, в этом плане она еще сыграет роль как климаторегулирующая и климатообразующая, смягчить жару, смягчить ветровую нагрузку. Я думаю, кто был в Астане, тот знает, да, эти проблемы с сильными ветрами, ураганами. Лес по мере роста, он эту проблему гораздо, ну, снизит ее нагрузку на город. Тоже будем надеяться на это. Вы мне рассказывали еще о том, что редкие породы, да, вы хотите выращивать в своем питомнике, и буквально недавно, да? Да, при прошлой встрече мы говорили, что мы занялись, да, орехоплодными деревьями. Мы, в частности, получили посадочный материал из Канады, вот, которые, морозустойчивые сорта канадские в нашем климате, которые могут расти. Первые саженцы у нас растут, вот сейчас посмотрим, как они будут зимовать. И вот буквально недавно мы нашли такую информацию. В советские времена в Ивантеевском питомнике в Подмосковье создали около 10 сортов морозоустойчивого фундука именно российской селекции. Высокопродуктивные, очень вкусные. И мы обратились в Ивантеевский питомник. К сожалению, в 90-е годы коллекция была почти потеряна, и саженцы мы не смогли там приобрести. И вдруг вот на просторах интернета натолкнулся на информацию, что в Курске есть женщина, она кандидат наук, она сохранила у себя коллекцию в великолепном состоянии. И вот мы получили образцы, то есть у нас получится уже теперь в питомнике, но будет своя коллекция очень редких сортов фундука. Какие еще, вот, побимо фундука, давайте мы присутствуем. Ну вот у нее именно конкретно фундук, то, что мы получили недавно, это Пушкинский сорт, Академик яблоков, Смоль. Ну, в общем, 8 сортов она нам передала сейчас для коллекции. Их со временем можно будет разводить, размножать, то есть использовать в дачном, подсобном хозяйстве, в садах, или промышленный даже сад создать на его основе. А из таких редких пород, которые вот у нас мы собрали сами семена и посадили ольху, клейкую, она у нас уже растет, у нас растут масляный орех, который с чрезвычайной морозустойчивостью отличается. Это родственник грецкого ореха, черный орех. У него такой очень пикантный бальзамический привкус, в отличие от грецкого, но он такая очень своя. Его гурманы любят в Америке, он применяется именно, под него специальные блюда есть, под черный орех. Скальный орех, одна из разновидностей тоже. Два вида канадского фундука. И у нас еще такой интересный орех, как чекалкин орех. Его выращивают в основном на Дальнем Востоке. Его можно есть как в обжаренном виде. Это не амурский орех? Это другое совсем? Есть манчжурский, да, орех. Нет, это не манчжурский орех, он ксантоцерекс еще называется. Он с виду похож на рябину чем-то. Он, кстати, очень красивое декоративное растение, медонос, красиво цветет, пахнет. Небольшой размером реально как рябина, то есть несколько метров он всего в высоту. И он такой, у него плод в виде как граната, а внутри зернышки в скорлупе, как орешки. Вот такой интересный орех. Его масса выращивают на Дальнем Востоке, в Китае парфюмерный. И в северных регионах он тоже растет. Вот это наш эксперимент. Мы посадили, сейчас высадили в грунт его. Будем смотреть, как будет зимовать. Но с виду очень красивые, такие красивые листья, рассеченные. Это вы в этом году осенью посадили? Мы уже высадили, да, и грунт, они растут. Сейчас посмотрим, как будет зимовать у нас. Есть ли у вас в планах расширение вашего питомника? Да, безусловно. Потому что прибывают такие вот редкие растения к вам. И я думаю, что еще и будут прибывать. Будете находить на просторах интернета. В идеале, конечно, есть такое понятие арборетум. То есть это коллекция растений, откуда можно потом собирать семена, саженцы. Вот в идеале бы создать нам такой. Но сейчас вот Сермухамед Аралыч, Ахмудинов, партнер наш, который предоставил свою территорию, сам участвовал в проекте, много уложил. Он нам выделил вокруг теплицы, тысячу квадратных метров у нас теплица. Он еще выделил территорию порядка, наверное, четырех тысяч квадратных метров вокруг теплицы для того, чтобы выращивать саженцы, как раз создать коллекции растений. Мы ее осваиваем. Уже четыре наших сотрудника в питомнике с трудом справляются. Будем, думаю, увеличивать коллектив. То есть увеличивать? Да, то есть питомник расширяется. Да, планы такие есть. И работы уже в этом направлении ведутся. Замечательно. Тимур Сергеевич, ну, мы знаем, что вы из династии лесопользователей, лесоводов, работников лесного хозяйства, как хотите называйте, но суть одна, да? Суть одна – это любовь. Любовь в первую очередь к природе, я считаю, да? Вот вы пошли по стопам вашего деда. Дедушки, да. Дедушки. Почему вот все-таки вы выбрали именно то, чем занимался ваш деда? Как-то вот с детства это прививалось, да? Ну, да. Во-первых, в лес у меня в три года уже отвез. Ну, грибы, ягоды обычно не к этому привык. То есть вы с ним, да, везде, по пятам, по пятам. Но именно к лесоводству, к выращиванию растений, как-то ближе к 30 годам подошел. То есть вопрос стал, что у нас в области большие проблемы с обследованием почвы. Именно под посадку леса наши засоленные почвы во многих местах посадят. Оказывается, почва засолена, и растения, потом деревья погибают. Соответственно, чтобы этого не было, нужно сначала обследовать почву, и только потом создавать лесные культуры. И вот именно к этой работе изначально он меня привлек, а потом уже стал вовлекать во все остальные интересные процессы. Как правильно выращивать лес, как питомники создавать. Ну, и да, увлек этой темой. Это чисто такое. У меня дядя этим тоже занимался, но недолго, а отец пошел по другой линии радиофизик. Понятно. Так что... Что нужно для того, чтобы не только, скажем, любить лес, но и... приумножать. Ну, я подвожу к тому вопросу, что как сейчас, по-вашему, относятся к лесу жители нашего региона? Ну, с точки зрения жителей, я думаю, у нас очень многие люди любят лес, потому что мы, как только погода устанавливается, в лесу много машин, и не просто собрать ягоды, орехи, через какой-то продуктивной функции, но и отдохнуть. А вот с точки зрения, наверное, государственной, насколько я знаю, максимально на лес обращали еще в советское время, когда отдельно существовало Министерство лесного хозяйства. А вот с советских времен его потом из Министерства в Министерство передавали. И у нас сейчас оно в Министерстве нет своего собственного министерства, его обычно развивают по остаточному принципу. Когда в Минсельхозе были на периферии, потому что зерно мясо – это в первую очередь, а лес, ну, он долго растет, это когда-то потом. Поэтому вот проблема хронического недофинансирования, потому что к нему относятся не как к первоочередному приоритету. Ну, вот, во-первых, радует, что появилась программа президента. Я думаю, уже чиновники на всех уровнях, они более внимательно отнесутся к этой проблеме, что лес нужно наращивать, увеличивать его площади, улучшать качество леса. Это первое. Ну, и второе, конечно, это большие деньги и вложения пошли в национальные парки, а вот в такие регионы, как наш, к сожалению, лесное хозяйство не вкладывает деньги. При этом планы производственно увеличивают. И люди, которые и так там очень тяжело работают, там, представьте, обход один у лесника, может быть, 10 тысяч гектар и даже больше у многих. То есть представьте, какая нагрузка на одного лесника. Плюс еще техника нужна, нужен посадочный материал, питомники, уход. То есть просто в эту отрасль должны прийти деньги государства. С климатической повесткой это связано. Мы придумываем какие-то искусственные поглотители, химические, углекислого газа. А вот он в природе есть, уже природа сама выбрала, чем мы можем скорректировать климат и убрать вот эти негативные последствия от промышленности. Посади дерево. То есть можно либо меньше какого-то углеводородов сжигать и тратить, а можно посадить много деревьев и компенсировать эту проблему. То есть есть путь природного решения. То есть лес помогает человеку. Ну, опять же, это очень ценный, ценный хозяйственный материал. Подсказывает, дает постоянные подсказки. Человеку нужно только додуматься до этого. И к тому же лес дает нам не только древесину, скажем так, но и грибы, ягоды. И дает это безвозмездно. Вот что самое главное. Ну, и это всегда приятно, конечно, и отдохнуть в лесу. И особенно жителей степных регионов, которые к нам в гости приезжают. Да, отдыхать нужно тоже с пользой и для себя, и для окружающих. И для окружающего мира, скажем так. И бережно относиться, наверное, к этому ко всему. Безусловно. Ну, думаю, на этой ноте, педемистичной, мы с вами закончим наш разговор. Поэтому я вас поздравляю еще раз с наступающим праздником профессиональным. Всех ваших коллег. И наших телезрителей, которые любят лес и бережно к нему относятся. Всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok